Так, коллеги, проводим регистрацию. Посмотрите своей фамилии после окончания регистрации. Все получили. Кому нужны материалы сессии? Зарегистрировалось 23 человека. Посмотрите фамилии депутата городского совета. Игорь Викторович, вы еще не зарегистрировались? Сейчас еще раз. Так, еще раз. Регистрируемся. Так, опять. Ладно, ладно, ладно. Успеете, давайте, быстренько. Нет. Еще раз сейчас переарегистрируется. Коллеги, зарегистрировалось 25 депутатов. Фамилию посмотрите по регистрации. Все? Все. Уважаемые коллеги, заседание вне очередной сессии. 67-й сессии городского совета. Зарегистрировалось 25 депутатов из 34 избранных. Остальные отсутствуют по уважительной причине. Этого количества депутатов достаточно для проведения заседания сессии. Какие будут предложения? Начать. Есть предложение начать. За данное предложение прошу голосовую. За 24 воздержался 1. Решение принято. Уважаемые коллеги, заседание 67-й сессии городского совета является открытым. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Уважаемые коллеги, на заседание сессии приглашены заместители городского главы, руководители управления отдела городского... ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Уважаемые коллеги, статьей 6 законы Украины про теплопостачание. Вызначено, что державная политика в сфере теплопостачания базуется на принципах забеспечения захиста прав и интересов поживающих. Продолжение следует. 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 В ней и черным по белому было написано во втором пункте, что в 2018 году, к концу этого сезона, не запускаются котельные. Котельные были запущены в ходе допущенных системных ошибок людьми, которые отвечали за реализацию этой программы. Это заключалось и в работе с инвесторами, и с населением. Мы видим, что совершенно по другому пути. Если у вас на предприятии или в ходе вашего жизненного опыта, вы считаете нужным людей просто журить на заседаниях фракций или личных встречах, указывать им на ошибки и потом давать возможности исправлять, то правила бизнеса и те решения. Мы депутатский запрос. Освободить или выяснить, может быть там есть лица, которые не причастны к срыву реализованной программы децентрализации. Тогда объяснить это жителям города, по какой причине было сорвано, почему не все обеспечены теплом. Мы слышали на встречах с населением, демонтированы частично системы централизованного отопления и поставлены заглушки на дома. Этому нужно дать юридическо-правовое объяснение, почему оставшихся жителей домов лишили тепловой энергии, которые не обратились сюда за материальной помощью или обратились им отказать. В ходе этих разбирательств я... ...разглянуты и вынесены на следующую сессию городского совета с последующими кадровыми изменениями. А оппозиционный блок призываю к тому, чтобы они сформировали новые исполнительные органы власти и выдвинули кандидатов и сменили вышеперечисленных лиц. У меня все. Есть еще вопросы, коллеги? В соответствии с пунктом третьим раздела 22 регламента городского... ...требованию депутата статус запроса. Кто за это предложение прошел голосовать? За 2, против 12, утромалось 8, не голосовало 3. Решение не принято. Так, какие еще вопросы по повестке ДНС есть? Уважаемые коллеги, есть предложение принять повестку ДНС в целом? Кто за данное предложение прошел голосовать? 24 за, против 0, не голосовало 1. Решение принято. Переходим к рассмотрению вопросов по повестке ДНС. Первый вопрос. Про затверждение по релику осип, яким становятся пролады индивидуального опалания. Пожалуйста. Значит, данный проект решения рассмотрен на заседании профильной комиссии по социальным вопросам. Я прошу поддержать предложенный проект решения. Данным решением... ...это включаются дополнительно 70 семей. Вопросы? Есть предложение принять в целом? Голосуем. За 23, не голосовало 2. Решение принято. Следующий вопрос. Про затверждение размеру целевой социально-материальной допомоги на стороне приладе индивидуального опалания социально-ворозным верстом. Вопрос 2. Пожалуйста. Уважаемый депутат, данным проектом решения предлагается внести в реестр дополнительно 105 человек, кому выделяется материальная помощь. Прошу поддержать. Данное решение было рассмотрено профильной комиссией. Вопросы? Прошу поддержать. Есть предложение в целом? Голосуем. Спасибо. 24 за, не голосовало 1. Решение принято. Следующий вопрос. О внесении изменений в природоохранных мероприятий, рубежная, 17-19, утвержденное решением городского совета. Вопрос номер 3. Пожалуйста. Данные проекта решения. 23 за, не голосовало 1. Решение принято. Следующий вопрос. Уважаемый депутат, правоутворение, постепенно действующей комиссии, испытания, поводжения с безхозяйными входами на территорию места. Пожалуйста. Данный проект решения был рассмотрен на засылание профильной комиссии. Прошу поддержать. Вопросы? Есть предложение в целом? Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про внесение изменений до программы финансовой поддержки житлово-коммунального господарства рубежанской венской века, 18-20, утвержденное решением рубежанской венской веке. Есть предложение в целом? Голосуем. Про внесение изменений до программы финансовой поддержки житлово-коммунального господарства рубежанской века, 18-20, утвержденное решение принято. Уважаемые депутаты, данный вопрос был рассмотрен на заседании профильной комиссии. Прошу поддержать предложенный проект решения. Вопросы? Есть предложение в целом? Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про затверждение в мискве программы предпринка ветерана афганской вены участников бывших детей и семей на 19-20-е годы. Данный вопрос был рассмотрен на заседании профильной комиссии. Прошу поддержать. Вопросы? Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про уносение измен, 8-й. Про уносение до решения рубежанской мисквыры, 30-е на 3-е, 16-е. Пожалуйста, Наталья Павловна. Уважаемые депутаты, в связи с кадровыми изменениями возникла необходимость вносить изменения в данное решение. Прошу поддержать предложенный проект решения. Вопросы? Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про задержанное положение коммунальной установки цен комплекса реабилитации детей с инвалидами в рубежанской мисквырады в новой редакции. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, в связи с внедрением модели комплексной реабилитации деток с инвалидностью возникла необходимость нести изменения в название центра и в соответственное положение. Прошу поддержать предложенный проект решения. Вопросы? Предлагаю в целом. Голосуем. Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про хитвыконания в 18-м роде, программа здоровья, отдаёт починку детей на 18-20-е годы. Пожалуйста. Информация о выполнении данной программы детально рассмотрена на заседании профильной комиссии. Прошу поддержать предложенный проект решения. Вопросы? Предлагаю в целом. Голосуем. 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 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про внесение изменения в решение рубежанской комиссии, 28-12-17, номер 40, дробь 5. Про затыжение программы розыска культуры и места рубежанской комиссии на 18-20-е годы. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, данный проект решения рассмотрен и поддержан депутатской профильной комиссией. Прошу вас поддержать данный проект решения. Вопросы? Есть предложение в целом. Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. 12-й. Про взвид, еще до выкона Минского бюджета за 9 месяцев 2018 года. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, бюджет за 9 месяцев выполнялся в целом. Вопросы в рамках бюджетного законодательства по местным доходам бюджет выполнен на 103,9%. Поступления проходили в рамках утвержденных плановых показателей. Расходы осуществлялись согласно заявок главных распорядителей бюджетных средств в полном объеме. Данный проект решения был детально рассмотрен на общем заседании комиссии. Просьба поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 зала сдержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про вносение измен до решения Минской Рады. 20.12.2017 номер 39 дробь 5 промежский бюджет на 2018 год. Пожалуйста. Данным проектом решения перераспределяется бюджетное сигнование по главным распорядителям бюджетных средств и вносится изменение по трансферам. Данный проект решения также был рассмотрен на заседании комиссии. Просьба поддержать. Вопросы. Есть предложения в целом. Голосуем. 23 за. Утромался 1. Голосовал 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про установку минимальной вартости месячной аренды 1 квадрата метра за галеном площадь на верховом анафизичных оси по мистеру Рубежного, Луганской области, Анастасия Рик. Пожалуйста. Уважаемые депутаты. Данный проект решения рассмотрен бюджетной комиссией. Прошу поддержать предложенный проект решения. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про внесение изменений до решения від 1. Номер 3. Номер 25. Дроп 8. Про згоды на передачу объекта на верховую майна по улице Собители 22. Мистер Рубежный. Державная власть. Пожалуйста. Уважаемые депутаты. Данным проектом решения вносятся изменения относительно земельного участка в ранее принятое уже решение. Прошу поддержать предложенный проект решения. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про включение объекта права коммунального власти до привлечения к объекту коммунального власти предлагают приватизацию. Пожалуйста. Уважаемые депутаты. Данный проект решения рассмотрен в профильной комиссии. Прошу поддержать предложенный проект решения. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про затыржение положения коммунального встанного инклюзивно-ресурсного центра Бежанской мисквы рай Луганской области. Новая редакция. Пожалуйста. Уважаемые депутаты. Данный проект решения был рассмотрен до депутатской комиссии. Прошу поддержать данный проект решения. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про затыржение положения управления свитой Рубежанской мисквы рай Луганской области. Новая редакция. Пожалуйста. Изменения положения вносятся в связи с открытием инклюзивно-ресурсного центра. Данный проект также был рассмотрен депутатской комиссией. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про вартик с харчеванием в закладах загальной средней свитой Мистер Рубежан. Пожалуйста. Данный вопрос был детально изучен депутатской комиссией. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. 20. Вартик с харчеванием в закладах загальной средней свитой Мистер Рубежан. Пожалуйста. Этот вопрос также детально изучала депутатская комиссия. Поэтому прошу поддержать данный проект решения. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. 21. Про вносение изменений в Минску программу организации харчевания в закладах загальной средней свитой Мистер Рубежан. 18-20. Руки. Пожалуйста. Изменения вносятся в программу в связи с тем, что с 1 января будет введена платная услуга питания детей в школах. Поэтому прошу поддержать данный проект решения, который был также рассмотрен на депутатской комиссии. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. 22. Про ППНС самостоятельно выдавал бухгалтерскую облику коммунального навчального выховного комплекса Рубежанский лицей Рубежанской Минской Рады. Пожалуйста. На основании обращения коллектива Рубежанского лицея и в связи с увеличением объема работ в бухгалтерии лицея, было рассмотрено решение передать бухгалтерский учет в централизованную бухгалтерию. И с 1 января централизованная бухгалтерия будет обслуживать Рубежанский лицей. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про внесение изменений решения Рубежанской Минской Рады. 28.12.17. Номер 40. Группа 1. Про затверждение программы розыдку охороны здоровья. Миста Рубежина. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, данный вопрос рассмотрен на социальной комиссии. Прошу поддержать данный проект решения. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Про затверждение порядка про конкурс на замещение вакантной посады головного ликаря коммунального коммерциального предприятия. Центра перевинной американская санитарная допомоги Рубежанской Минской Рады в Луганской области. Пожалуйста. Мы затверджемо цей порядок, який вошел, затвердженный постановой Кабинета Министров Украины в 27 грудня 2017 року. Данный проект решения рассмотрен на социальной комиссии. Прошу поддержать данный проект решения. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. Затверджение положения управления охраны здоровья Бежанской Минской Рады в Луганской области. Пожалуйста. В связи с утверждением порядка проведения конкурса вносимы изменения до положения управления охраны здоровья. Данный проект рассмотрен на социальной комиссии. Прошу поддержать данный проект решения. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Решение принято. Один воздержался. Следующий вопрос. Про погоджение тех документаций землеустрою, чудо-подилу объединенных земельных делянок. Оконер. Я фамилии называть не буду. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на профильной депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 22 за. Вопросы. Решение принято. 27. Про передачу в приватную власть земле делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Решение принято. Следующий вопрос. Про передачу в приватную власть земле делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на профильной депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался один. Решение принято. 29 вопрос. Продадение дозвола на разработку проекта земле устраивания земле делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. Голосуем. 24 за. Голосовал один. Решение принято. Следующий вопрос. 30. На данный зону на передачу земле делянки я прибавил в коррестувании и в субаренду. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 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 24 за. Воздержался один. Решение принято. Следующий вопрос. На данный зону на разрубку тех документаций земле с учетом встанула. У меня мышь земле делянки в натуре на местности. Пожалуйста. 31. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на профильной депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался один. Решение принято. Следующий вопрос. 32. Правда, не дозвол на разрубку проекта земле с учетом встанула. Еще до видовы длинья земле делянки Русаченко. Извиняюсь. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался один. Решение принято. Следующий вопрос. 33. Надо не дозвол на разрубку проекта земле с учетом встанулах земле с учетом встанулах земле делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за. Воздержался один. Решение принято. Следующий вопрос. Надо не дозвол на разрубку проекта землеу строящего дверь земле делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. Вопросы. Не сельского господарского призначения. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, в проекте решения там ошибка в адресе. Прошу изменить на МИРа 33А. Там техническая ошибка. Ну, в оригинале поправили. В оригинале все правильно. В оригинале справили. Вопрос рассмотрен на комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. Следующий вопрос. 23 за, воздержалось 2. Решение принято. Следующий вопрос. Предача в приватную власть на земельные делянки. 36-й. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. 37-й. Про передачу в приватную власть на земельные делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос. 38-й. Про передачу в приватную власть на земельные делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на профильной депутатской комиссии. Прошу поддержать. Вопросы. Предлагаю в целом. Голосуем. 24 за, воздержался 1. Решение принято. Следующий вопрос, уважаемые коллеги. Про передачу в приватную власть на земельные делянки. Внимание, здесь 3 отказа подряд. На данный дозвол на разрубку. 39-й. 39-й, извините. Про на данный дозвол на разрубку проекта землеуструющего давидвения земельной делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на профильной комиссии. Прошу поддержать. 39-й вопрос. Харчук хочет. Заведмовую. Заведмовую, да. В связи с конфликтом интересов по 39-му, 40-му и 41-му вопросу я не смогу принять участие в обсуждении и голосовании. Что, опять что ли? Нет, я говорил по первому и второму. Понятно. Вопросы? Предлагаю в целом, голосую. 24 за, воздействие голосовал 1. Решение принято. Следующий вопрос. 40-й. Про надание дозвола на разрубку проекта землеуструющего давидвения земельной делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на профильной комиссии с отказом. Прошу поддержать. Вопросы? Предлагаю в целом, голосуем. 24 за, воздействие голосовал 1. Решение принято. Следующий вопрос. Надание дозвола на разрубку проекта землеуструющего давидвения земельной делянки. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вопрос рассмотрен на профильной депутатской комиссии с отказом. Прошу поддержать. Вопросы? Предлагаю в целом, голосуем. 23 за, не голосовало 2. Решение принято. Уважаемые коллеги, все вопросы, вынесенные на внеочередную 67-ю сессию, рассмотрены. Какие вопросы, замечания, предложения? Нет. Заседание 67-й сессии неочередно объявляю закрытым. Уважаемые коллеги, всем присутствующим огромное спасибо за работу. Спасибо.